Следующая микросхемка, которую попробуем освоить, это магнитный энкодер AS5600, 12-битный, какой-то программируемый бесконтактный потенциометр, что-то такое здесь написано. Магнитный сенсор положения ротора, 12-битный выход аналоговый либо шим, и также по этой усилении вроде можно текущее значение угла получать. По умолчанию угол от 0 до 360 градусов, но настраивая регистры возможно этот угол уменьшать, задавая начальный угол и конечный, к примеру, от 0 до 120 градусов только ограничить поворот, при этом, видимо, повысив разрешающую способность. Низкое энергопотребление, выход направления вращения, корпус SOEC 8, внутреннее устройство, питается, видимо, от 5 вольт, есть встроенный источник на 3,3, распиновка микросхемы, вход питания 5 вольт, вход питания 3,3 вольта, требуется 1 микрофарад, если питается от 5 вольт. Аналоговый либо шим-выход программируется, видимо, через эту усилению, или как-то мы посмотрим, то есть либо он будет выдавать напряжение пропорционально углу, либо шим, коэффициент заполнения которого пропорционален углу поворота. Земля, какой-то пин, который можно каким-то образом программировать, линия A2C, и выход направления логически 0, либо 1, в зависимости от направления вращения ротора. Абсолютные максимумы, температура, пайка, питание 5 вольт, 3,3 вольта, ток потребления 6,5 мА, довольно много. В каком режиме, интересно, потом посмотрим. Логические уровни, нелинейность, шим, в зависимости от режима, частота выхода шим-сигнала 100, 200, 400 или 900 Гц. Коэффициент заполнения от 3 до 97%. Есть какой-то watchdog на 1 минуту, время запуска, какие-то данные по магнитному полю, разрешение 12 бит, отклонение плюс-минус 1 градус, дача кола, питание, выход, обвязка, A2C интерфейс, адрес вот такой на линии. Ножек адреса нету, поэтому только такой адрес может быть у данных микросхем на линии. То есть не больше одной общения по A2C. Это потом при необходимости подробнее изучу, есть какие-то особенности. Вроде как нету. Автоинкремент адреса, то есть если мы начали, допустим, читать с какого-то регистра, с первого, и прочитали его, то можно продавать чтение, и он будет выдавать следующие регистры. Автоматически перескакивает на следующие адреса, то же самое и по записи. Регистры. Смотрим. Ну, к счастью, их тоже не так много. Углы, магнитуды. Ну, поехали изучать более подробно. The POS регистр. Стартовая позиция, начальный угол. M POS. Конечный угол. Весь диапазон и может быть меньше 18 градусов. Conf регистр. Ну и какой ты номер? Только здесь смотреть что ли? А, это вот эти все регистры, судя по всему. Ну, да, интересно. PM, WD, где они тут? Вот WD, вот PM. Что-то непонятно разбросаны. Так, 13. Показывает, как будто бы это один регистр. А, ну вот они, видимо, отсюда. То есть это описание 7-го и 8-го регистра. Начиная с WD, заканчивая PM. А номер его почему не написать? Ладно, идем дальше. Статус регистр. Что за LPM? Непонятно. Гистерезис можно настроить. Выход аналоговый. Digital PWM. Так, 0-0 аналоговый. От 0 до 100%. От земли до питания. Аналоговый от 10 до 90%. Это удобно, к примеру. Ручки газа на электротранспорте выдают значение именно, ну, где-то так же, от 10 до 90%, не помню. То есть если будет обрыв, то автоматика это поймет, потому что будет 0. И если будет замыкание, то так же будет более 90%, автоматика это поймет. Удобный вот этот вариант в плане безопасности. И выход PWM. Частота PWM настраиваем. Slow filter. Я так понимаю, эта документация будет маленько запутанная, поскольку придется прыгать от одной таблицы к другой. Fast filter. Какой-то фильтр по измерениям или что. Watchdog включен, выключен. Регистр статуса, видимо, говорит, что магнит слишком сильный, магнит слишком слабый. Магнит был обнаружен. То есть все нормально работает. Автоматическая подстройка усиления. Сигналы с магнита. В каком-то диапазоне работает. Энергонезависимая память. Все эти настройки или нет, ну, что-то можно в нее сохранить. И вроде как базовые функции все можно настроить без использования от уси интерфейса, используя некоторые пины. К примеру, вот показано, что стартовую и конечную позицию можно запрограммировать через один из пинов. Тут команды по программированию. К примеру, вот тот самый угол. Если у вас приложение использует неполный угол, то вы можете его уменьшить. Ну, к примеру, поставить в 0 до 180 градусов. И тем самым увеличив разрешение. Но вот эти вот последние приписки меня смущают. Вот эта команда может быть выполнена до трех раз. Вот эта команда. Только один раз. Эта команда до трех раз. Что это значит? Либо это напрямую прожигается, грубо говоря, EEPROM, запоминается это и все, больше мы не можем перепрограммировать. Или за время работы, что это значит, непонятно. Рекомендуемые методы по заданию угла. Через A2C интерфейс, понятно. Через один из выходов. И... Чё? И другим образом через A2C интерфейс. Ну окей. И тут показан алгоритм по выполнению этих настроек. Это у нас по A2C интерфейсу. Читаем регистр, записываем команду, чтобы навсегда запрограммировать устройство. Непонятно этот момент. Что там за EEPROM стоит? Можно ли ее потом менять? Короче, здесь инструкция по A2C. Здесь инструкция по использованию вывода. Подайте питание. Поставьте магнит в начальное положение, начальный угол. Прижмите ножку на 100 миллисекунд к земле. Потом отпустите. Установите магнит в новое положение. Конечное, не менее 18 градусов должен быть этот угол. И снова к земле на 100 миллисекунд подтяните ножку. Аналоговый выход режим. Видим, по умолчанию там напряжение на выходе, в зависимости от угла. Вот меняется, показано, что 12-битное разрешение, ну типа ЦАП, дает напряжение в зависимости от угла поворота. Если мы задали угол меньше 360, так это у нас угол 360, 0. Ну то есть полный диапазон. Если мы задали угол менее 360, то вот так же сдвигается, масштабируется эта линейка. Получаем, ну более высокое разрешение. Более точно можем измерять. То есть тут какой-то угол, к примеру, 30 градусов. И здесь максимальный, к примеру, 150 градусов. В том же диапазоне у нас более высокое разрешение. Ограничение 10-90% по уровню при необходимости. Ну просто сдвигается чуть выше земли и ниже напряжения питания. Выход шим. Если не заморачиваться с ITUSI интерфейсом, то точнее измерение будет производиться с помощью обработки этого шим-сигнала. То есть это может сделать любой простой контроллер, учитывая, что частота там всего 100-900 Гц, в зависимости от настроек. По времени любой контроллер со стабильной тактовой частотой может его отследить. Чтобы измерить напряжение, просто аналоговое, это нужно вам хорошее АЦП при необходимости, борьба с шумами и прочее. Здесь же шим, с ним все гораздо проще. Ну и кроме того, при необходимости можно обеспечить гальваническую изоляцию через оптопары или прочие инструменты для гальванической изоляции. В начале и в конце вот такой период, когда импульсы не идут, а затем выдается коэффициент заполнения заданный. Ну это потом на циографе, наверное, посмотрим. Какая-то фильтрация сигнала, такие настройки, потом попытаюсь с этим разобраться подробнее уже на практике. Ну в общем, это борьба с шумами. Направление. То есть у нас, во-первых, должен быть специальный магнит, который вот таким образом намагничен. У обычных магнитов, если взять такую круглую таблетку, то у него, к примеру, снизу север, сверху юг. А здесь мы видим, что вот мы смотрим на этот круг, и у него намагниченность должна быть вот так вот пополам разделена. То есть не обычный магнит, но то же самое, что вот эту обычную таблетку поставить ребром. Тогда будет вот такая картинка. Так, четыре положения угла, и что там дир? Где обозначение? Непонятно. Гистерия здесь можно настроить, чтобы не было шумов, дребезжания и прочего. От одного до трех, видимо, младших значений. Настраивается в регистрах. Статус магнита, хорошее поле или нет. Три режима пониженного энергопотребления. Watchdog позволяет перейти в режим пониженного энергопотребления. Если угол не изменяется, не менее одной минуты. То есть вот мы видим, у нас шел поворот, потом рот разофиксировался. Идет минута, угол не меняется. И что происходит? А, LPM3, вот у нас режим энергосбережения. То есть тут какой-то рабочий режим, один из выбранных. Здесь минута прошла, угол не изменился более чем на четыре младших разряда. Микросхема перешла в режим пониженного энергопотребления. Угол изменился. Снова включается рабочий режим и обычная работа. Такая вот штука. Если бы можно было менять его время, этого Watchdog было бы удобней. Схема. Все требуемые компоненты показаны на схеме. Это у нас что? Это у нас два конденсатора по питанию. И все. Ну на самом деле это у нас еще здесь. Какое-то усиление и подтяжка, если мы ее используем. Ну и видимо все. Рекомендуемые значения, емкостей, сопротивлений. Магнит. Должна быть вот такая намагниченность. Размеры. Стандартный корпус SOIC-8. Попробуем еще раз вернуться к регистрам. ZMCO. Что это такое? Вот и где мне все это искать? Эти понятно задают. Начальный, конечный угол и прочее. ZPOS, ZMCO, BOSS. Вот эти вот фиговины. ZMCO. Через поиск. Да, отлично. Показывает, как много раз эти регистры были записаны. Ну допустим. Далее вот эти Watchdog FTH. Тут у нас описание. Watchdog включен, выключен. Фильтр это понятно. Причем тут как-то в разнобой. 6, 7, 9, 18, 21, 24, 10. На тебе. Фильтр 16, 8, 4, 2. Окей, частота, ШИМ, режим, гистерезис от 0 до 3 ЛСБ и режим. Описание режимов. Что у нас там? Это только смотреть таблицу энергопотребления, да? Там что-то еще про частоту было. Ищем. Вот они. А это ШИМ. Мне надо потребление. Вот они. Всегда включено. Полинг. Что это такое? Время опроса 5 миллисекунд. 100 миллисекунд. То есть как-то он тут периодически работает. Или через 5 миллисекунд. Видимо с интервалом 5 миллисекунд. То есть 5 миллисекунд спит. Потом выходит, измеряет. Засыпает опять. Наверное так. Тут 20 миллисекунд. И здесь 100 миллисекунд отдыхает. Соответственно среднее потребление у него снижается. А, это LPM3. Вот самый энергозаберегающий у него. Когда как раз 100 миллисекунд. И потребление целых 1,5 миллиампера. Довольно много. Блин. Вот это самая процедура Берна. Записи регистров этих трех начальных углов. Судя по всему. Это именно происходит выжигание там. Грубо говоря перемычек. Что ток потребления. Вот отправили мы команду. И при запуске команды. Пиковый ток 100 миллиампер. И потом в течение примерно 30 микросекунд до 40 миллиампер. То есть видимо более трех раз мы изменить эти настройки не сможем. Те, которые за углы отвечают за минимальный, максимальный. Печалька. Интересно почему так. Так, разобрались с режимом сна. Назовем его так там. То есть фактически сна у него нет. Далее. Это что такое? Выходной регистр. Row Angle. Angle. Чем отличаются? Здесь коэффициент усиления. Магнитуда. Магнитного поля видимо можно измерить. Это статусы. MD, ML, MH. Это что? Статусы сильные или нет? Да, вот они. Регистр усиления. Автоматически подстраивается коэффициент усиления магнитного поля. И желательно, чтобы он был примерно в середине диапазона своего. Чтобы у него была гибкость сдвинуться вверх и вниз. То есть это подстраивается расстоянием до магнита. От микросхемы до магнита. С силой магнитного поля. Читаем регистр. Убеждаемся, что там все в порядке. Регистр показывают. Что за корник? Кто ты такой? Координатор ТЭЩа Digital Computer. Прикольно. Показывает, видимо, ну, в силу магнитного поля текущего. Понятно, понятно, понятно. Так. Burn Command. Тут у нас что? Burn Angle, Burn Settings. 80 и 40. 40. Тут где? Вот 80. Регистр FF. Да, это регистр FF. Для записи вот этих команд. И как это сделать? Написано, что чтобы зашить, ладно, отправьте команду FF в регистр. Окей, дальше что? Что писать? Куда писать? Нифига не понятно. А, или здесь описание, наверное. Да, тут, наверное, описание более подробное. Ладно. Рано я бомлю. Вот у нас инструкция по эту сей интерфейсу. То есть, видимо, можно при работе записать данные в эти регистры. То есть, изменить угол начальный и конечный. И потом, при необходимости, чтобы, если мы убедились, что это углы, мы всегда будем с ними работать, то тогда отправить команду на Project, чтобы они записались и были по умолчанию. Если команду Project не отправлять, то, судя по всему, задавать углы мы можем сколько угодно раз. Но, чтобы эти значения у нас были по умолчанию при включении питания, не надо было их настраивать, значение минимального и максимального угла, то отправляем команду на Project. Но эту команду мы можем выполнить не более трех раз. Ну, там зависит для разных регистров по-разному. Так, а здесь C, что описание? Видимо, все настройки конфигурации. Ну, блин. Ладно, повозимся. Но хоть регистров не так много, и вроде бы все более-менее понятно. То есть, получаем, здесь у нас статус, просто информация. Здесь мы читаем текущее положение. Надо найти только различия между RAW-Англ и Англ. Здесь мы делаем настройки, и про них забываем. И здесь, при необходимости, мы настраиваем начальный и конечный угол. Ну, вроде бы все просто. Инкремент. То есть, я так понимаю, что один из них будет показывать реальный угол, а второй, типа, нереальный, скажем так. Так, то есть, RAW-Англ это не масштабированный какой-то, ну, сырые данные какой-то угол. А Англ это уже, типа, реальный угол, пересчитанный с учетом нашего ограничения поворота и прочего. Ну, вот данные, которые нас в итоге будут интересовать. Ну, как-то так. Давайте попробуем с ним поработать. Продолжение следует...